доброе утро друзьям у нас в перехлёст на канале идут вопросы как от людей которые только вот сейчас подают заявку на участие лотерея green card так и от людей которые выиграли уже и там их на интервью приглашают или они уже прошли интервью и так далее по разному и вот в частности сегодня такой вопрос был интересный из армении там значит семья муж и жена и двое детей но дети взрослые там уже 24 25 лет соответственно дети не могут с родителями вместе поехать родителям так уже значит там типа там 1 ей 50 ему 54 они такие люди работающие там у них профессии есть одним занимались другим занимались но не суть и вот спрашивают как бы ну то есть рассказывать свою историю я а я думаю а вопрос то где бы я бы а что за вопрос а ведь ну как говорит какой вопрос ну правильно ли мы решили ехать или может быть нам не нужно вот друзья такие философские проблемы глобальные приходится нам решать и я немножко так как-то даже знаете задумался я думаю что сказать то потому что я понимаю что вы слушаете меня и думаете ночи зачем вообще такой вопрос отвечать я тоже думаю зачем такое отвечать но в принципе я думаю они не одиноки им нужно какое-то внешнее подтверждение или может быть как сказать но какой-то сигнал извне знаете вот я в качестве сигнала извне тогда сейчас буду значит все таки иммиграция мы мы целую теорию уже создание на самом деле мы можем диссертацию защищать по вопросам иммиграции но вот мы сказали что иммиграция это способ решения каких-то проблем который человек обеспокоит если те ничего не нужно так ты будешь ли там лежать и переваривать пищу и все и на солнышке греться но в данном случае человек снимается с места и куда-то едет значит какая то есть проблема вопрос чем эта проблема может быть решена путем иммиграции а может быть нужно сделать какую-то хирургическое вмешательство нужно а может быть надо просто в отпуск сходить или там поездить там по за на три месяца в кругосветку ну ну как мы знаем поэтому если нет проблемы которую мы хотим решить тогда вопрос зачем иммигрировать ну так остается вопросом да тогда зачем то вроде вроде бы и незачем иммиграция это не только когда тебя притесняют это не только тогда когда ты бедный и думаешь а вот там богаче но есть например там страсть перемене мест вот есть люди которые просто вот им не сидится на месте они поехали я помню родители светланы когда выезжали они снялись буквально за три дня вот так как-то раз и все и они оба были уже на пенсии и выжили через дорогу внучка ну то есть казалось бы и друг они раз и снимаются и я бы а чего вы вот ну так и они говорят но мы уже тут все видели мы уже как бы сказать ничего нового для себя не ожидаем они еще не знали друзья они еще не знали восемьдесят девятом году какие замечательные перемены грядут вот но они говорят мир посмотреть давайте мир посмотреть люди пенсионного возраста как мир посмотреть ну что мы что мы реально теряем вот умрем и там умрем здесь умрем все равно умрем ну поехали вот и поехали и светина мама до сих пор вот жива здравствует да так что с тех пор уже прошло там почти 30 лет значит чему я говорю что самые разные бывают причины и если человек говорит хочу мир посмотреть я могу молодец давай давай посмотришь мир вот но в данном случае эмиграция легитимная то есть они не должны где-то в полуподвалах там где-то скрываться там работать на кеш и так далее у них господи полный набор там всего на руках живи не хочу вот тем более если они поедут такие места где там пока насыщенная армянская жизнь там лос-анджелес а фресно там еще еще есть места вот то просто будешь как дома но что сказать да значит это первая часть то есть если у тебя нету нету проблемы никакой чтобы ее решать вроде бы и бессмысленно зачем тебе приключение искать на собственную голову с другой стороны бывает что тебе невозможно оставаться там где ты есть это тоже бывает да ну хорошо это все мы про мотивацию следующий момент это как бы знаете как вот из потенциальной ямы чтобы вырваться вот надо иметь некий такой заряд некоторое количество энергии чтобы выскочить куда-то вот на другой какой-то уровень туда вот сорваться с орбиты и вопрос том есть ли у тебя достаточно ресурсов ресурс это не только деньги ресурс это например состояние здоровья ресурсы это мир к которому ты привык в котором тебе комфортно и если у тебя это отнять например или ты добровольно от этого откажешься и ты вдруг почувствуешь себя не в своей тарелке и ты не будешь ну как бы сказать счастливым таким полноценным человеком если тебя вырвать из определенные среды есть люди которые очень зависят от среды поэтому никто же не может сказать вот там тебе ехать или тебе не ехать понимаете а кто знает кто знает что для тебя важно на самом деле и кто знает твои приоритеты и кто знает здоровый ты или не очень кроме того когда уже полтинник когда там и нет и за полтинник знаете я я когда-то занимался страхованием и неожиданно для себя метода самому где-то был полтинник вот я неожиданно для себя открыл несколько вещей на которые раньше внимания не обращал первое я увидел что от 40 до 50 вот этот промежуток времени практически невозможно пройти прожить без того чтобы не заиметь как минимум одно серьезное заболевание серьезно это может быть почки это может быть печень это может быть диабет это может быть давление я не говорю там про физические механические травмы они тоже бывают и так далее но это я не очень удивился но как бы для себя так красотиру но в то же время я увидел невероятное количество людей которые намного моложе там допустим 28 там или 32 у которых уже такие серьезные проблемы что и в 50 не у каждого найдется поэтому здоровье это такое дело кроме того очень часто бывает так что живет человек и вроде у него вот там как-то все системы функционируют а потом бах что-то приключилось ну что приключилось вот схватил там какой-нибудь железяку и потащил и вдруг по ходу дон у него что-то там надорвалась и потащила за собой все остальное и вам вам врачи лучше расскажут они там может правильные слова какие скажут на счет но и и все и и покатился по наклонной плоскости понимаете и все это произошло только потому что нарушен был баланс нарушено было равновесие и человек не рассчитал свои силы вот он схватил чего-то и и потащил и все и дальше пошло и поехало поэтому знать как а ты в другой стране а ты в общем-то вырван из привычной обстановки и толком ты и вот даже и два сына которые у тебя есть значит тебе тоже помочь никак не могут вот был бы ты рядом может быть как-то они бы там поддержали ну и так далее пошло и поехало поэтому значит мы возвращаемся в иерархию значит наших построений то есть мы говорим первое у тебя должна быть проблема для решения которой иммиграция ну выглядит как решение да потому что миграция может не быть решением ну допустим там третья жена и все и все неудачно все иммигрирую братья это может не помочь вот значит там второй момент ресурсы вот так вот мы сейчас еще об этом говорим на третий момент вот еще в чем у тебя может быть конечно тебя может быть мотивация у тебя могут быть достаточные ресурсы но ты по жизни такой как бы не борец не боец такой вот если бы дали ты бы взял а если бы вот за этим ходить еще на таки то может и не пошел бы это тоже можно рассматривать как ресурс да но это это то с чем мы родились как бы вот мы у нас там высокий уровень энергии или или низкий мы может быть по жизни такие негативные все время какой дрянь пытаемся найти или наоборот мы жизнерадостны и бежим куда-то и вроде все нам хорошо вот на эту тему есть масса там анекдотов шуток и так далее но это тоже фактор и честно сказать я не думаю что человек в состоянии объективно себя в этом смысле оценить я это часто вижу на гораздо более простой задачки вот допустим приходят люди в школу учиться да но я извиняюсь я как этот с клизмой хожу и всем значит других доктор так который только клизмы ставит но вот поскольку школа у меня вот я я все время наблюдаю за людьми и будет вот их уровень драйва энергии последовательности в действиях осмысленного такого поведения так далее и вот вроде уж не такая хитрая задача там и и мотивация вроде понятно и вроде все а потом смотришь а он не не может вот вроде бы надо делать домашнее задание но он не делает вроде бы надо там настроение хорошее а он собирает всякую дрянь и ведь ой проблема тут проблема там он уже не может ничего делать человек который ходит с ощущением проблемы это человек который не может ничего позитивного конструктивного и так далее и собственно и общается с такими же потому что человек который сам по себе позитивен и конструктивен не станет общаться с тем, кто ходит, ноет, конючит, и все ему не так, и все ему виноваты, и сам он никогда не виноват ни в чем, понимаете, вот ему не додали где-то вот, а он-то все. А с кем же ему общаться? А с такими же, как он, других-то нету. И все, и пошло, и поехало. И это не в том дело, что ты в эмиграции, и это не в том дело, что ты там у себя на родине, а дело в том, что ты по жизни не приспособлен ни к каким таким, как сказать, разумным, достойным, результативным действиям. Вот есть некая толпа, да, и вот, и толпа это большинство населения. Ну вот как, вот идешь в толпе, в толпе же комфортно, вот ты вместе со всеми, понимаете, а здесь ты вырываешься из толпы, здесь нет такой толпы, ты здесь сам по себе, и вот ты сам по себе должен сам за себя отвечать. Ты когда-нибудь в жизни за себя отвечал? Ты вообще знаешь, что такое за себя отвечать? Вот и все, и кончилась эмиграция успешная, и кончилось любое успешное предприятие, бизнес, семья, воспитание детей, отношения там с друзьями, я не знаю, там, с любимой женщиной. Кончилось все на этом месте, потому что ты за себя отвечать-то не привык, ты не умеешь, и все. Поэтому эмиграция это жизнь, понимаете, вот если ты в жизни успешный, ты в эмиграции успешный. Если ты в жизни не успешный, то эмиграция это одно из проявлений жизни. И так, то есть есть факторы, которые, есть факторы, которые не позволят человеку успешно функционировать в эмиграции. И это те же самые факторы, которые не позволят ему успешно функционировать дома, в любой обстановке. Я не хочу сказать, что, знаете, вот есть такая формула, говорят, если ты дома не мог заработать, ты и в Америке не заработаешь, это бред. Если ты дома не воровал, то в Америке ты можешь зарабатывать не воруя, это разные вещи совсем, это абсолютный бред. Но когда говорят, да, если ты дома не успешный, так почему ты в Америке будешь успешным, это тоже, так сказать, нельзя. Потому что есть люди, которые там вот ничего не могли добиться, потому что для них вот там было некомфортно, условия были не для них. А здесь они приехали, и все для них, вот они честные, добросовестные, трудяги, и они здесь расцвели. Но если у тебя есть какая-то гнильца такая, не то что гнильца даже, может быть, не хорошее слово, ну вот отсутствуют какие-то качества, вот так скажем, отсутствуют какие-то качества, которые делают тебя энергичным, пробивным, позитивным, светлым и так далее, то ты не станешь позитивным, пробивным, светлым, трудолюбивым, понимаете, если этого у тебя раньше не было, пересечение границы ничего не дает в этом смысле. Так что возможность есть прорваться, да, то есть возможность есть, но если у тебя нет достаточных качеств, вот таких просто личных, так и тоже не работает. А сколько семей на этом развалилось? Вот приезжают, и вроде там они жили, как жили, а здесь вот, например, вдруг смотришь, жена там пошла, 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 а мужик вот он пошел тоже, но так в другую сторону, все вниз, вниз и вниз, оказывается вдруг неспособным, семьи разваливаются, полно такого, потому что он же еще конючит, понимаете, он же не то, что, мало то, что он не зарабатывает ничего, он еще конючит, ему все плохо, ему все виноваты, ему все, ну, уже, уже, очень-очень много таких ситуаций тоже, поэтому, друзья, я закончу фразой, которая была написана на плакате в городе Вене, когда, когда-то много лет назад маршрут был такой, летели самолетом до Вены, в Вене спрашивали, ты куда, значит, кто в Израиль, сразу на Израиль, кто в Америку, Канаду, Австралию, те, значит, ехали в Италию, и там в Италии, значит, жили, там несколько месяцев, пока не приходили ответы там на их запросы. И вот в городе Вене была такая организация, такая еврейская организация, называется ХИАС, аббревиатура такая, и там был такой плакат, на плакате было написано, эмиграция это не курорт, люди, знаете, вырвались из совка, и тихо, вот, а там было написано, эмиграция это не курорт, это большая работа, она может быть радостная, она может быть светлая, чистая, вдохновляющая, но это большая работа, если ты не готов к большой работе, значит, не готов. Вот такой мой ответ, значит, не столько даже паре из Армении, которая вопрошала, сколько, может быть, такие наметки для тех, кто собирается. Счастливо!